Музей изобразительных искусств имени Пушкина проходит выставка Томас Кейнсбору. Выставка позволяет познакомиться с творчеством выдающегося живописца, одного из основателей Британской художественной школы XVIII века, любимого художника короля Георга III и наиболее яркого и своеобразного представителя эпохи, перевернувшего мир британского искусства. В экспозиции представлено около 100 произведений из 11 ведущих музеев Великобритании, а также из собраний Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина и Государственного Эрмитажа. Среди уникальных экспонатов из Великобритании парадный портрет миссис Элизабет Муди с сыновьями Самуэлем и Томасом. Последний масштабный пейзаж мастера рыночная повозка, а также пейзажи на стекле, которые практически никогда не бывают представлены на выставках за рубежом. Томас Гейнсбуро по праву считается одним из самых важных английских художников 18-го столетия. Именно его портреты формируют наше представление о британском обществе той поры, воплощают культурные идеалы британской аристократии. Выставка представляет уникальную возможность увидеть лучшие произведения художника из собраний Великобритании. Помимо таких давних партнеров ГМИ, как Лондонская национальная галерея, галерея Тейт или Королевская академия художеств, в проекте приняли участие впервые сотрудничающие с Россией. Это дом-музей Гейнсбуро в Садбери, владеющий обширным собранием ранних работ мастера. Музей Холбурн в Бате, где на протяжении 15 лет жил и работал художник. Лондонская картинная галерея Далич, обладающая блестящими образцами портретной живописи Гейнсбуро. Творчество Томаса Гейнсбуро развивалось в период, когда британская культура переживала возрождение, коснувшиеся не только изобразительного искусства, но также театра, музыки и литературы. Именно эпоха Гейнсбуро окончательно сформировала английскую школу живописи. Большую роль в сложении художественного языка Томаса Гейнсбуро, помимо учителей Лондонской академии Святого Мартина, которого возглавлял великий Уильям Хогарт, сыграли ведущие представители живописных школ континентальной Европы. На протяжении всей своей жизни Гейнсбуро усваивал уроки старых мастеров, разрабатывая собственную живописную манеру, отличную от общепринятого в тот период торжественно-парадного стиля, который представлял его главный оппонент и соперник, президент и основатель Королевской академии художеств Джошуа Рейнольдс. Творчество Томаса Гейнсбуро сыграло решающую роль в процессе формирования британской школы живописи. Выставка Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина посвящена становлению и развитию художественного стиля Гейнсбуро, который претерпел серьезные изменения благодаря знакомству художника с искусством европейских старых мастеров. Первый раздел выставки представляет ранние работы художника, созданные вскоре после того, как молодой мастер, прошедший обучение в Лондоне, вернулся в родной сын Гейнсбуро, начал работать в жанре так называемого разговорного портрета. Изображения людей на фоне ландшафта представили мастеру уникальную возможность объединить портретную и пейзажную живопись и сообщить формальному групповому портрету интонацию непосредственности и интимности. В этот же период Гейнсбуро начал проявлять интерес к работам голландских пейзажистов, которые начали активно наполнять лондонский художественный рынок. В ранних пейзажных работах мастера чувствуется влияние голландских учебных альбомов и тщательное изучение натуры. Вследствие бесконечных прогулок художника по окрестностям Садби. Вторая часть экспозиции посвящена камерным портретам мастера. Томас Гейнсбуро успешно работал в разных жанрах, однако во второй половине XVIII века только заказные портреты могли принести британскому живописцу твердую репутацию и достойный доход. В этой сфере Гейнсбуро приходилось непрерывно конкурировать с другими художниками, тем более что британские заказчики нередко обращались к разным портретистам. Помимо полотен Томаса Гейнсбуро в экспозицию этого раздела вошли несколько работ британских художников, современников мастера. К числу основных особенностей живописи Великобритании XVIII века относится необычайный расцвет детского портрета. Этому жанру отдали дань многие живописцы, от скромных провинциальных мастеров до признанных академиков. И здесь Гейнсбуро не похож на своих современников. Воздушные детские образы художника, стремившегося подчеркнуть хрупкость, присущую этому нежному возрасту, заметно отличаются от жизнерадостных, разовощеких ангелочков на полотнах Джошуа Рейнольдса и его последователей. Если ранние портреты Гейнсбуро характеризуются жизненной правдивостью и некоторым лаконизмом, присущим хогартовскому стилю, то в дальнейшем мастер создал целую галерею мужских и женских образов, проникнутых почти бестелесной легкостью и тонким лиризмом. В белом зале экспонируются шедевры, относящиеся к периоду расцвета творчества Томаса Гейнсбуро, в том числе и портреты, посвященные музыкантам, с которыми художника связывали дружеские отношения. Благодаря этой дружбе художник оставил великолепную портретную галерею лучших представителей музыкального искусства Великобритании, георгианской эпохи. Среди них композитор и виртуоз игры на виоле да гамбо Карл Фридрих Абель, члены семьи композитора Томаса Линли, певица и исполнительница на струнных инструментах, Анна Форд. В поздний период произведения Гейнсбуро становятся все более смелыми по композиции. Их отличает свобода и легкость живописной манеры. В эти годы художника привлекают эмоциональные пейзажи голландца Якоба Рейстала, а также полотна великих фламандцев Петера Пауля Рубенса и Антониса Ван Дейка. Влияние Рубенса на творчество британского мастера прослеживается на протяжении последних двух десятилетий, его жизни, в то время как Ван Дейк был для него примером талантливого живописца, воплощением итальянского понятия спризатура, кажущейся легкостью, за которой стоят кропотливая работа и высокое мастерство. В состав выставки включены работы старых мастеров из российских и зарубежных собраний, творчество которых оказало заметное влияние на развитие художественного стиля Томаса Гейнсборо. Особое место в экспозиции занимает композиция «Снятие с креста» – копия с масштабного полотна Рубенса, исполненная Гейнсборо по гравюре Лукаса Вастермана. Картина Рубенса находится в Антверпене, который Гейнсборо посетил значительно позднее – летом в 1783 году. Удивительно, что британский художник выбрал именно эту композицию своего кумира. Изображение религиозных сцен не было актуальным для британского искусства 18 века, и сам Гейнсборо никогда не обращался к подобным сюжетам. Очевидно, для обоих живописцев этот сюжет был по-своему важен. Рубенс сделал много эскизов к «Снятию с креста», показывающих, как долго он подходил к этой работе. Один из этих эскизов, принадлежащий собранию государственного неремонтажа, представлен на выставке. Наконец, последний раздел экспозиции посвящен графическим произведениям Томаса Гейнсборо и другим медиа, к которому обращался мастер всю жизнь, увлекающийся различными художественными экспериментами. Для Гейнсборо в рисовании было привычка всей жизни, столь необходимой для его художественной практики. Он непрерывно открывал новые возможности рисунка. Начав с традиционных зарисовок свинцовым карандашом, мастер с годами усложнял технику, добиваясь более живописного эффекта. Стремление художника к экспериментам распространялось и на его работу в гравюрных техниках, а также в живописи и на стекле. Используя специально спроектированный ящик с увеличительным стеклом, Гейнсборо демонстрировал собственноручно расписанные стеклянные пластины. До сегодняшнего дня сохранилось только 10 подобных работ. Все они хранятся в собрании музея Виктории и Альберта, Лондон. Редко экспонируются, практически не бывают на выставках за рубежом. Экспозиция в ГМИ имени Пушкина представляет уникальную возможность увидеть два пейзажа на стекле. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok